готовить данную тосканскую аристу ин паркетту или проще сказать свиной рулет проще некуда отбил скрутил запек все дальше она приготовится сама но как говорится обо всем по порядку нам понадобится свиная брюшина или тонкая грудинка у меня первый вариант весом около 1 килограмма по форме она должна быть ровной с четкими краями а не наперекосяк учтите сразу что она не должна быть слишком толстой примерно толщиной в 2-3 сантиметра иначе ее невозможно будет скатать в рулон поэтому я заранее срезал ровно половину ее слоя в пользу тонкой шкурки то есть мясную часть я удалил а что делать она нужнее чем мясо потом увидите но не нужно сильно расстраиваться с мясом тоже все в порядке ведь начинка нашей аристы мясная для нее классически используется свиной окорок его также один килограмм мясо есть приправ нет такого в италии не бывает свежие веточки тимьяна и розмарина будут самое то где есть свежие травы всегда есть место свежему чесноку несколько зубчиков будет в самый раз семена фенхеля в количестве одной чайной ложки перетираем в ступке вместе с солью в этом блюде нужен еще свежий шалфей но я не в италии а у нас в регионе его найти невозможно ну и ладно все равно будет отлично вернемся к брюшине переворачиваем ее кожей вверх и отбиваем молоточком так мы добьемся больше ее мягкости изнутри острым ножом делаем продольные надрезы каждые 3-4 сантиметра но только не усердствуем а то есть риск ее разрезать насквозь а это нежелательно теперь нужно натереть внутреннюю поверхность брюшины солью лучше крупной у меня ее нет поэтому соли обычной приправляем смесью молотого перца присыпаем все перетертыми семенами фенхеля все приправы хорошенько втираем в мясо включая разрезы теперь берем веточки розмарина и тимьяна помещаем их в разрезы можно их размещать в шахматном порядке а можно просто чередовать через одну дольки чеснока я разрезал повдоль на половинки так они будут лучше держаться в складках рулета помещаем их также в разрезы соли от брюшины явно не хватит поэтому окорок также присыпаем ей со всех сторон выкладываем в центр брюшины и подгибаем края или можно как я просто выложить на край и уверенно закатать в рулон смотрите кому как удобнее главное чтобы было все скатано плотно ну и для большей уверенности воспользуемся прочным кулинарным шпагатом сначала завязываем его у края фиксируем пары узлов а затем вяжем с шагом 45 сантиметров по всей длине затем переворачиваем рулет на другую сторону и проделываем все то же самое подвязывая в обратном направлении торчащие края окорока должны быть плотно подвязаны шпагатом это все делается даже больше не для красоты а для прочности без шпагата все развалится края шпагата подвязываем а излишки отрезаем должен получиться четкий ровный и компактный рулет с помощью ножа сверху вдоль всего рулета делаем неглубокие проколы через них закипевшие соки будут вытекать наружу смачивая собой всю поверхность шкурки поверьте от этого она будет румяной и станет смотрите далее все увидите перекладываем аресту на противень или кладем в какую-нибудь жаровню у кого что естественно кладем швом вниз к этому времени духовка должна уже быть хорошенько разогрета до 180 градусов отправляем в нее свиной рулет на полтора два часа есть даже формула буженины один килограмм мяса равен 45 минут в духовке прошел час мне уже не терпится заглянуть и посмотреть как обстоят дела с соком а с ним все в порядке кто желает может доставать и периодически поливать аресту этими соками но думаю что она будет сочной и без этого примерно за 15-20 минут до готовности если есть возможность то можно переключить духовку в состоянии верхнего тена чтобы заполучить хрустящую корочку спустя два часа достаем наш рулет и выкладываем на доску дадим ему немного отстояться теперь можно срезать веревки и приступить к нарезке думаю объяснять ничего не стоит все и так прекрасно видно шкурка стала хрустящей снаружи и сочной изнутри окорок несмотря на свою естественную сухость пропитался соками от жирных прослоек брюшины и стал неимоверно сочным и мягким подавайте аресту ин паркетте с обилием зелени и под любимые напитки готовьте вкусно и приятного аппетита аппетита